Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, что такое вера, что такое верующие люди и чем это отличается от того, что обычно подразумевается под словом вера и верующий человек. Раньше, когда мне говорили про верующих людей, я себе представлял это нечто такое, все в черном одетые люди, которые постоянно стучат лобом, что-то там кланяются, где-то там что-то как-то молятся, там еще что-то какие-то у них есть. Ну, то есть какие-то такие вот не совсем обычные, не совсем возможно даже нормальные люди. Когда я сам стал верующим человеком, мое мнение очень сильно изменилось. Почему? Ну, потому что я столкнулся с другими верующими людьми, я посмотрел, что это вовсе не то, что я себе представлял. То, что я себе представлял, это больше какие-то были, видимо, религиозные люди. Вообще, что интересно, первоначально слово религия обозначало, ну, то, что вера в какие-то сверхъестественные, сверхъестественный мир, какие-то сверхъестественные вещи. Но потом, немножечко понятие это исказилось, и сейчас даже верующие люди, они всячески открещиваются от слова религия, называя себя верующими, но не религиозными. То есть, что я подразумеваю под словом вера, под словом религия, какая между ними разница? Фактически, религиозные люди, то есть, те, которые подвержены той или иной религии, они верят в то, что какими-то своими обрядами, какими-то своими действиями, какими-то своими определенными ритуалами или еще чем-либо, они могут Богу угодить. В этом суть религии, поэтому очень многие люди, они там или что-то там читают периодически, с точной периодичностью какой-то, или вот они там молятся с какой-то периодичностью, или определенными словами это нужно сделать, или это нужно ходить в определенной одежде, делать определенные какие-то ритуалы, последовательные действия, обязательно ходить там по воскресеньям куда-то, или по субботам, или еще по каким-либо дням, не важно. Четкое ритуальное соблюдение каких-либо правил Вообще говоря, это противоречит в корне сути христианства и того, чему учил Христос И если Библию посчитать внимательно, то становится даже удивительно, как люди, называющие себя верующими, становятся такими религиозными И ведутся на поводу у всех своих обрядов и действий, таким образом искажая представление о христианстве и на самом деле отвращая от веры других То есть мне лично было очень тяжело прийти к вере, и один из моментов, который мне сильно очень мешал, это были именно религиозные люди То есть я себе представлял, что если я стану последователем Христа, если я начну верить в то, что написано в Библии То мне нужно, значит, надеть какую-то там рясу, вырастить бороду, надеть на себя большой крест и ходить креститься Ну, это я себе так представлял, кто-то это себе представляет иначе, там, неважно на самом деле Суть в том, что между верой и религией огромнейшая пропасть Вера говорит о том, что Богу угодить человек не может в принципе Ну, не могут люди угодить, что бы они ни делали, Богу этого будет недостаточно Как бы человек ни старался, идеальным он стать не сможет Как бы он ни познавал, все познать он не сможет Ну и вот, все, что ему остается, это ему остается надеяться на то, что Бог его спасет Что интересно, что даже само имя Иисус, которого верующие люди называют спасителем Она обозначает Бог спасет, то есть не человек сам себя спасет, а Бог спасет Вот Каким образом происходит это спасение? На самом деле непонятно до конца, каким образом Но через веру Вот это вот совершенно точно записано, зафиксировано в Библии Немножко праведной верой уже будет То есть когда ты веришь, когда ты идешь в поверь И таким образом обретаешь праведность, которую Бог тебе просто так дает Несмотря на все твои прегрешения, на все твои ошибки Это то, что я верю, да Какие бывают еще варианты, скажем так, псевдоверы, да То есть вроде как оно похоже на веру, но что-то вот здесь вот что-то не то То, что я называю псевдоверой Это когда человек, он вроде как называет себя верующим Он вроде как называет себя христианином Ну возможно там ходит в церковь, возможно там еще что-то делает Там добрые дела, может он какие-то делает Или еще что-либо он делает, я не знаю Милостыню дает, что угодно Но спросишь этого человека, во что ты веришь И вот тут вот сказать не может То есть если, например, вы спрашиваете христианина А чему учил Христос, что он говорил Что написано в Библии, собственно Если христианин не может ответить То он псевдоверующий Потому что он сам не знает, во что верит К сожалению, это большинство людей Называющих себя верующими Вот они вот такие Они сами Библию практически не открывали Недавно я читал очень интересная статистика Какой процент людей читают Библию Ну и сейчас, чтобы не брать Я точно не могу назвать цифры Но поразительный просто процент людей Вообще ее самостоятельно не читают Они не знают, во что верить Они верят в то, что говорит им пастор Ну слава Богу, что если пастор там нормально У него все, да, с головой А ведь у него может быть совершенно искаженное понимание Или еще что-либо То есть нужно все-таки Библию воспринимать Как тот ответ Который мы отмеряем Четкость того, чему нас учат люди Потому что можно на самом деле Проходить в церковь Ну и либо в какое-то собрание Которое называет себя церковью Там учат совершенно другому Совершенно не тому, что написано на Гене И что тогда получается Вся христианская жизнь Извиняюсь Ну насмарку вышла, да Вот Другая есть Тоже псевдовера Такая, знаете, человеческая философия То есть вот сидит человек и философ Вот он думает Вот он обдумывает Что же там, как же там Или еще что-то Но при этом, что интересно Он не обдумывает То, что говорит Бог Он обдумывает То, как бы натянуть Божьи слова То есть то, что написано в Библии Как бы натянуть вот это вот Подстроить под свое какое-то мировоззрение Под какое-то свое понимание жизни Что интересно Обычно умные люди этим страдают И я, наверное, в том числе Я стараюсь себя всячески сдерживать В этом плане Например, этим страдал Толстой Что мешало ему стать Ну, полностью верующим человеком Ну, довольно-таки к странным выводам Приходилось ли Почитать его труды Он старался всячески Возможно Как бы его можно назвать христианином Но Некоторые места, к сожалению Взывают очень большие сомнения Вот Поэтому Если мы стараемся На нашу какую-то человеческую философию На какое-то наше мировоззрение Натянуть вот это вот христианство То есть попытаться как-то вот это вот подстроить Но оно, к сожалению, наверное, неправильно Другое дело Что когда мы смотрим на то, как Жил Христос, чему Он учил И что именно представляет из себя истинное христианство И вот здесь вот мы видим вот это Огромнейшее несоответствие Да? С нашей жизнью С нашими какими-то философскими Соображениями и моментами Это не христианство надо менять Надо менять наши Вот эту вот нашу конструкцию Которую мы себе создали Почему? Потому что Иисус Ну, вроде как это Воплощение того идеального Что может быть в человеке А То, что у нас Это Оно же испорчено Оно же заражено ложью Вот Ложь Она разлагает людей Разлагает общество Разлагает целые поколения Вот Ну, и еще есть одна Такая тоже псевдовера Это Даже не вера Это суеверие То есть, когда люди верят Ну, так, знаете На всякий случай Ну, для чего Ну, чтобы там Бог защитил Да, вот они крестик повесят Ходят Ну, все Вроде как это Может, в аварию там Меньше попадешь Может, там Для чего там Плюешь через плечо Три раза Ну, чтобы не сгладили Там Ну, так же в церковь ходит Надо вот сходить Где-то там Что-то какую-то свечку Где-то поставить Где-то еще что-то На всякий случай На всякий случай Чтобы, не дай Бог Что-то вот не произошло Не дай Бог Ну, это вот на самом деле Суеверие Оно ничего общего с верой Вообще не имеет Поэтому Ассоциировать Таких людей С верующими Я думаю, что Не стоит Я считаю, что Верующий человек Верующий в Божье Слово Человек Это тот, кто знает О чем говорит Божье Слово Тот, который Искренне верит Потому что там написано Тот, который поступает В соответствии с тем Что там написано Их людей очень мало Но, с счастьем, они есть Ну, не нам судить Других То есть И надо смотреть На свои собственные ошибки В первую очередь Которых тоже предостаточно Поэтому Дальше мы уходить В эти рассуждения не будем Всего хорошего Увидимся в следующий раз